По окончании вуза большинство из них наденут строгую форму с погонами, но в конкурсе Мисс Юридическая Академия будущие прокуроры, адвокаты и следователи продемонстрировали экстравагантные наряды, которые им тоже очень идут. В зале Юридической Академии аншлаг. 19 самых красивых студенток вуза поют, танцуют, да еще и дефилируют в вечерних платьях, некоторые из которых были шиты красавицами самостоятельно. И все это ради победы в конкурсе Мисс СГЮА-2012. До начала мероприятия все участницы заметно волнуются, но легкий мандраж идет девушкам на пользу. Институт правоохранительной деятельности. Кто победит, сказать практически невозможно. Каждая из конкурсантов достойна почетного звания. Накал борьбы ощущается и в зрительном зале, который активно поддерживает участниц на сцене. Калиганова Юлия уже на пятом курсе института прокуратуры. Она профессионально занимается танцами и активно участвует в культурной жизни института. Именно она сегодня и стала обладательницей заветной короны. Я, конечно, долго к этому шла, тренировалась, ходить училась. Но в будущем, думаю, это всем пригодится, конечно, выход на сцену. Это всем полезно, чувствовать себя на публике уверенно. Этот титул Юлия будет носить ровно год, до следующего конкурса «Мисс Гюа». Но она не единственная, кто в этот вечер был отмечен в жюри. Девушкам было предложено участие в конкурсе «Мисс и мистер телевидение». Приглашаем на этот конкурс. А на конкурс съедется вся телевизионная Россия. Будет очень много гостей, ведущих, почетных вип-персон. И, в общем, будет такое продвижение у людей, которые в нем будут участвовать. Мы предлагаем, если есть желание, девушке под номером 12 выйдите, пожалуйста. Девушке под номером 9. Валентин Либерзон, Олег Захаровский, Ярослав Квитко. Вести, Саратов.